В этой семье каждый грамм не на вес золота, а скорее на вес здоровья. Семь лет Катя борется с серьезным заболеванием с сахарным диабетом первого типа. 4,0. То, что сахарный диабет диагноз не только пожилых людей, семья убедилась на собственном примере. В роду таким заболеванием страдали только мамин дедушка и дядя. Да и вид диабета у них другой, второй тип. Получилось чисто случайно. Ребенок, то есть ходили мы в садик, мы после садика, мы с садика мы идем, мы мимо магазина не можем, нам обязательно сок, вода. За вечером мы полтора литра, то есть воды мы спокойно выпивали. На то, что дочка стала больше пить воды, Ирина внимание обратила практически сразу. Посоветовали обратиться к эндокринологу, когда анализы указали на сахарный диабет, Катю практически сразу отвезли в реанимацию. Я испугалась, потому что я была в садике, на тот момент мы завтракали, заходит мама, доктора, мы одеваемся, едем в больницу. После врачи рассказали, если бы не такая оперативность, девочка могла бы впасть в кому. С тех пор резко поменялся режим дня не только Кате, но и родителей. Постоянно отслеживать сахар в крови, следить за общим состоянием поначалу девочка самостоятельно не могла. Мы уходим, мы завтракаем, у нас все нормально. Через два часа она мне звонит и говорит, а цифры она еще на тот момент плохо знала. Говорит, мама, у меня сахар 3,0. У меня такой шок, я бегу в школу и думаю, какой же у нее сахар, то ли у нее 3, на который надо сейчас усиленно сок пить, то ли у нее 30, на который надо усиленно колоть. Со временем с особенным режимом смирились не только родители, но и Катины одноклассники. Когда я в первый раз, ну как, не в первый раз, пришла в школу, ну все, конечно же, удивились. Даже когда я вот мерила сахар с помощью глюкометра, один мальчик подошел и сказал, это что, телефон такой новый? Когда новенькие кто-нибудь в класс приходит, они удивляются, но потом уже спокойно относятся. Ситуацию прекрасно понимают и учителя. Так получается, что плановую госпитализацию Кате каждый раз приходится проходить в начале учебного года. Окончательно подтянуться по программе удается только к концу четвертой четверти. А вот танцы, которыми девочка занималась несколько лет, пришлось бросить. С каждым годом увеличиваются и нагрузки на организм, и количество гастролей. Мы могли на все шпагаты, у нас было свое место в этом группе, то есть она танцевала, то есть ее всегда брали. Изначально выбрать танцы семье посоветовал лечащий эндокринолог. Это самый щадящий способ улучшить состояние ног. Ведь диабет дает большие осложнения на ноги, почки и глаза. А вот осложнение для семейного бюджета вызвало сокращение на работе единственного кормильца семьи. Из-за кризиса отец не имеет постоянного дохода. Крайне нестабильно бывает и состояние Кати. Буквально за несколько дней до съемок ей стало хуже. Я уже, честно, в панике думала, у нас какие-то осложнения идут щитовидки, вирусная инфекция. Признаков нету. Расходники, да, вот за последние три дня, говорю, Катя уже говорит, мама, не надо. Я говорю, может быть, у нас мы поменяли уже этот инсулин, то есть картридж поменяли. Уже поменяли резервуар полностью, поменяла два раза инфузионку, квики вот эти. В итоге у помпы пришлось сменить в три раза больше расходников, чем обычно. За помощью семья была вынуждена обратиться в Русфонд. На момент выхода этого сюжета удалось собрать лишь половину необходимой суммы. Если расходники закупить не успеют, состояние девочки может серьезно ухудшиться. По самым скромным подсчетам, имеющихся Кате хватит еще максимум на два месяца. Это в лучшем случае, если у нас не будет такой, как это, экстренной замены. Поэтому Русфонд и Восьмой канал снова обращаются к вам, нашим зрителям. Помочь добрать необходимую сумму очень просто. Достаточно отправить смс со словом «дети» на номер 5542. И поверьте, результат не заставит себя ждать. Вы уже помогли нескольким детям отправиться на лечение, сделать операции, а Диме Терпугову, о котором мы рассказывали буквально неделю назад, приобрести хороший слуховой аппарат. Совсем скоро мальчик узнает много нового и интересного о мире, в котором он живет. А сейчас ваша помощь нужна школьнице из Находки. Сегодня Кате не единственная в семье, кому требуется постоянное внимание и забота. Мама вынуждена не работать, потому как следит и за младшим сыном. А старшая Катя, хоть ей пока и 13, уже определяется с будущей профессией. Сегодня у нее две мечты – дарить людям радость подделками, которые она создает своими руками, или лечить тех, кто оказался в сложной ситуации, а именно стать эндокринологом. Инна Щедрова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. За организацию съемок благодарим сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова